Традиционно на заседании говорили о социально-экономическом развитии муниципалитетов. Сегодня о достижениях рассказывал глава Железногорска Дмитрий Котов. Город развивается в том числе благодаря трехстороннему соглашению с компанией «Металлоинвест». Уже построена школа на тысячу мест, оборудован технопарк «Кванториум». Более 100 миллионов инвестор выделил на замену лифтов. Еще 40 – на благоустройство. Безусловно, есть и сложности, в частности, небольшое отставание по жилищному строительству. Зашла речь и о судьбе Железногорского медколледжа. Учебное заведение уже два года не принимает студентов. Учитывая многочисленные просьбы, учитывая, что это учебное заведение в системе здравоохранения нам нужно, то Комитетом по здравоохранению вами предприняты определенные шаги, направленные на в краткосрочный период времени, до начала учебного года, оснастить компьютерами и другой электронной базой это учебное учреждение, в течение года сделать ремонт нескольких классов для того, чтобы там студенты могли обучаться. С 1 сентября нынешнего года будет набор 10 медсестер и 10 фельдшеров. Там необходимо кое-что доделать. Мы такую мини-дорожную карту внутреннюю сегодня должны вместе согласовать и двигаться. Председатель Комитета региональной безопасности Михаил Горбунов рассказал о том, как в регионе внедряется система «Безопасный город». Видеокамеры уже наблюдают за обстановкой в приграничных районах. Под прицел объектива хотят взять и общественные территории, чтобы бороться с вандалами. Всего несколько муниципальных образований себе такие мероприятия, как выясняется, прокассировали. Что мы с вами выстроим к концу текущего года такими темпами? Работы нет вообще. Работа не организована вовсе, от слова совсем. Коснулись и начавшегося голосования по поправкам в Конституцию. Многие куряне получили СМС с просьбой сделать выбор и отчитаться об этом. Коллеги, вот такого не должно быть. И мы вот из-за таких писулек, прошу прощения, дискредитируем всю большую идею. И действительно, знаковое событие, на десятилетие знаковое событие развития страны. Как пройдет джазовая провинция? Еще один вопрос, который обсуждали на заседании. Фестиваль планируют провести в октябре. Если позволит эпид-ситуация в традиционном формате. А 23 августа в годовщину Курской битвы Курян ждет сюрприз. Предварительно к нам подтвердил приезд хур турецкого. Поэтому мы хотим, чтобы они выступили. Это очень такое большое событие не регионального масштаба, а федерального масштаба. Кристина Леонова, События дня.